денис приветствую тебя привет всем немножко непривычное время для нашего эфира обычно мы с тобой собираемся в четверг на сегодня вот решили все таки дождаться заседания европейского центрального банка посмотреть какое решение там будет принято как она повлияет соответственно на динамику европейской валюты и найдет свой отклик от прочих финансовых инструментов поэтому тебе большое спасибо что ты смог 5 утром найти время ну относительно утра найти время чтобы обсудить там и рынок чем предлагаю прямо сейчас и заняться ну что гиттб позади ставку собственно как и ожидали получили повысили на 75 байсных пунктов а сам факт такого повышения доказывает то что это бы тоже решил уже не стоять в сторонке и вмешаться вот в эту совместную борьбу других центральных банков с бешеным ростом инфляции потому что инфляция действительно еврозоне это серьезная проблема может быть даже в еврозоне эта проблема более выражена чем других странах учитывая зависимость европейского союза от импорта углеводородов и то что опять же потенциально может произойти с рынком энергоресурсов предстоящей осенью зимой если дело дойдет до кризиса предложения до еще одного века роста цен и соответственно вытекающего отсюда последствия дальнейшего разгона инфляции а в целом я думаю что если сделать отсылку на ту реакцию которую мы видели дамы к демонстрации экрана перейдем вижу прям евро в моменте растет вас комментировать первая реакция европейской валюты на решение по росту процентной ставки это конечно же укрепление позиции реакция логичная то есть если уйти в канон экономической теории если выточать инвентарная политика валюта должна реагировать соответствующим рост я каких-то претензий сейчас потому что евро вырос абсолютно нету на своих тоже брифингах я рассматривал такой основной сценарий что мы получим первую реакцию роста когда европейская валюта закрепится выше паритет и может быть даже протестирует сопротивление 1 0 1 принципе это сейчас вот уже происходит потому что я думаю еще пару пунктов мы увидим уровень 1 0 1 но на мой взгляд все-таки европейская валюта останется аутсайдер на рынке и существенно выше текущих уровней не пройдет потому что нельзя закрывать глаза на то что страны если еврозона катится в рецессию нельзя закрывать глаза на то что инфляция в странах и еврозоне по версии лагарда она частности комментировала вчера уже достигла девяти с половиной процентов но мне кажется на самом деле при ация выше еврозоне платежеспособность населения продолжает снижаться и мы постоянно говорим о развитии энергетического кризиса который только лишь углубляется причем не нужно делать выводы о том о масштабе скажем этого энергетического кризиса делая отсылку только лишь на ситуацию на рынке нефти в частности бренды да будет я не сейчас снижаются и может показаться так что не все плохо как многие пытаются выдать если цены снижаются значит логичным образом должна пойти вниз инфляция ну не все так предельно ясный и понятно потому что есть еще один очень важный экспортный энергетический ресурс это газ который их и нехватка которого сейчас для европейской экономики является самым настоящей главной боли учитывая что газпром как мы знаем с некоторых пор полностью присоединил работу северного потока и будучи реалистом можно сказать что скорее всего в ближайшее время работа этого газопровода возобновлена не будет причем сейчас еще не наступили холода когда станет очевидно что все-таки потребности в углеводородах и в частности в голубом топливе для страны европейского союза остается прямо критичны и покрыть пока что выпахший объем поставок никому сегодня кстати саммит европейского союза где будут обсуждать то что будет дальше как и что можно будет сделать но в лучшем случае согласует меры какой-то принудительной жесткой экономии на предстоящем месяце я думаю что в конечном счете это вряд ли будет способствовать улучшению рыночных настроений возвращаясь к этой ситуации с евро я сейчас бы все-таки рекомендовал даже несмотря на локальный рост может быть на какую-то заманчивость прямо войти в позицию купить потому что дальше будет думать лучше чем вчера я прям настоятельно рекомендую воздерживаться от такого подхода если прям совсем как бы сценарий альтернативный то лучше вообще в евро доллар не лезть но если хочется опять же попробовать я думаю что где-то в диапазоне 1 0 1 1 0 1 50 вот 50 пунктов вот где-то там можно будет размещать отложки с лимитом на продажу и последующее возвращение пары ниже паритета также если ты не против где не сможем сегодня посмотреть еще британскую валюту статья американский фондовый рынок так британская валюта сейчас 116 16 то что доллар взял паузу скажем так своего локального восстановления это пропустила вперед рисковый инструмент и сейчас конечно же на рынке такой преподает энтузиазм отношение пары фунт-доллар котировки 1 16 16 и также как ситуация с евро долларом от коридор 1 16 1 16 50 это хорошая возможность чтобы зашортить соответствующий финансовый актив как мы знаем трагическое событие вот с елизаветы 2 собственно это произошло я сегодня тоже на своем брифинге говорил что пожалуй единственный положительный момент который есть так это то что рынок не ушел с головой в панику и не сделал из этого новостного повода какого-то очередного черного лебеди так далее когда все бы полетела в пропасть и так далее хорошо то что рынок все-таки сохранил самообладание скажем так и но с другой стороны на рынке без того хватает сейчас очень непростых фундаментальных поводов и факторов есть чем работать фунта последние месяцы вовсе стал аутсайдером и обновил минимальное значение с 1985 года еще вот этот политический подтекст который завершился избранием плюс опять же главой хим например министр англии сохраняющийся как говорит штерк еще северной ирландии ситуация непростая в плане торговых отношений в целом с европейским союзом и кризис который возможно в англии станет более выраженным чем скажем в прочей европе это кризис который обусловлен просто неимоверным ростом тарифов на электроэнергию напомню что буквально уже с 1 октября планируется дополнительное повышение на 80 процентов и в частности среднее британское домохозяйство будет отратить ежемесячно на оплату коммунальных платежей почти по 600 700 фунтов это много хотя лист раз сейчас пытается согласовать новый пакет финансовой экономической помощи и предварительно его объемы даже превзойдут пакет финансовой поддержки которые мы видели ковидное время я не могу себе представить чтобы такую такого рода инициативу все-таки поддержали потому что без какого-то предела печатать деньги конечно же невозможно и это будет иметь может быть даже еще более негативные последствия я в отношении фунта тоже не питаю каких-либо иллюзий считаю что функция в целом тоже останется в числе аутсайдеров и что касается американского фондового рынка еще один риск которые сейчас локально пользуются поддержкой улучшения рыночных настроений но это недолго потому что уже на следующей неделе отчет по инфляции в сша а еще через неделю заседание американского регулятора 21 сентября состоится случае с инфляцией я думаю что мы увидим базовые значения по индексу потребительских цен еще выше и на заседание 21 сентября фрс повысит процентную ставку на 75 базисных пунктов вероятность кстати по данным файл watch уже составляет 85 процентов поэтому поэтому скорее всего вероятность 100 процентов вот это мое субъективное мнение все опять полетит в плане фондового рынка вниз индекс доллара напротив обретет почву под ногами и снова вернется выше 110 пунктов поэтому здесь тоже хочу обозначить диапазон на 4000 4050 пунктов где можно искать уровень точку входа на на снижение и впоследствии уже ориентироваться на нисходящую динамику по смп и движение цели 3800 пунктов и нет слова тебе хорошо тем более мне есть тоже что сказать отлично отличника меня уж тоже должно быть видно значит по поводу евро я не разделяю оптимистичный настрой касательно евро да вчера наконец-то и цб отрастила себе понятно что впервые наверное честно на моей практике потому что вспоминая какие они в принципе консервы насколько они вот в своем вот этому маленьком мерке законсервированные чтобы на 0 75 процентов увеличить ставку за один раз но это гигантская редкость на самом деле прям огромная я вот сегодня себя на канале как раз публиковал инфографику по поводу какой сейчас инфляция у 9 и 1 процента и относительно вот предыдущих годов даже десятилетий как какая была инфляция и какой ставкой при этом боролись то есть фактически им реально нужно повышать чуть ли не до 4 процента я например в это очень слабо верю учитывая то что они просто законсервированы еще в прошлом столетии вот и я разделяю мнение твое касательно того что по евро но я не вижу радужных перспектив на самом деле то есть их ну их просто нет на данный момент в долгосрок да естественно они вырулят но опять-таки это год-два но не сейчас не в моменте дело в том что по евро вчера на падение очень мощно закинули объемы я честно не стал отрабатывать его на покупку потому что здесь внутри флета еще и прям по центру посередине самые невыгодные точки они как правило распиливаются сильно в данном случае отработала весьма неплохо и сейчас внутри находится фьючерсного спреда и тут прям вот видно как зажали здесь на продажу бы были блочные сделки здесь на покупку и что у нас есть на данный момент во первых цена никуда еще не выходила до локальное перекрытие на четырехчасовом графике сделали но на сверху более сильное накопление то есть посмотреть на депо всего контракта то мы увидим что вообще находится на 102 я не думаю честно что туда цена дорастет но вот до вот этой зоны продавцов которые кстати дублируются еще и на дневном графике я думаю что может реакция добить поэтому в районе если округлить 101 50 102 это самая лучшая самая выгодная зона для поиска продаж и в дальнейшем действительно на обновление до паритета вниз здесь у нас сегодня экспирируются месячные фьючерсные контракты и на следующий контракт я вижу уже заливка причем заливка была сделана еще позавчера есть в районе 097 30 поэтому я склоняюсь вариант что реально будем еще еще двигать вниз зона это уже не актуально на сегодня про экспирируется а вот уровень здесь их кстати говоря даже два уровня я вижу а все равно 0097 30 получается и здесь же еще от крупная лимитка такая торчит в стакане и еще могут убрать то такое но по опционам реально есть так уровень поэтому я за продажи я здесь но не советовал были честно покупать может он пунктов 50 60 получится выиграть и но опять-таки стоит ли она того учитывая то что прямо сейчас она в районе локального сопротивления находится ну я бы например не стал а вот вверху вот в этой зоне да буду действительно искать продажи потому что еще и не стоит забывать что ставка фрс у нас в сентябре если и они подымут на 075 процента ну собственно евро как как локально немножко выросла точно также локальная и упадет вниз даже глобально вот но плюс ко всему еще и психологии потому что психология многие как заточена если долго что-то падает и стоит там пунктов сколько тут на 200 отрасти все сразу а мы идем 110 и он уже в чате там писали и 109 и так далее ну понятненько ладно все все как обычно все старо как этот мир поэтому в общем я за продаж я за продажи ничего не меняется по фунту мнение у меня точно такое же единственное что здесь как ты уже говорил на новости про о смерти королевы вчера немножко поспекулировали на этом с точки зрения что начали выложили потом опровергли потом все-таки подтвердили и в целом если посмотреть на функцию мне остается впечатление что движение вверх опять-таки она больше коррекционная потому что внизу я не вижу на чем нам прям серьезно отскакивать не было реально каких-то сильных причин для мощного отскока я не знаю сколько далеко цена пройдет вверх не могу заранее сказать но верху есть вот такой сильный диапазон там большой там крупный но он единственный сильный который здесь есть если цена до него дойдет если то есть это еще до него 150 пунктов тогда отсюда будем продавать потому что вверху уже начали закидывать блочные заливки позавчера начали их делать по опционам и с этих границ если цена туда дойдет там будут просто сумасшедшие продажи если раскинуть например вот по профилю вниз что мы увидим у нас ключевой профиль объем находится всего контракт находится сверху здесь же у нас это бог есть и рейтинговый объем попадает четко внутри вот этой зоны то есть вот это есть рейтинговый плюс стратегический уровень сопротивления в районе 117 60 у нас тоже есть поэтому все что ниже видно да что объем как бы слабый я не вижу что здесь нормально можно было зацепиться я не исключаю что могут попытаться где-то здесь развернуть там можно же с текущих но как по мне очень слабые условия для здесь назрела необходимость хоть какой-то локальной коррекции и когда эту локальную коррекцию нам сделают вот тогда можно будет отсюда продать тем более это примерно серединка диапазона при падении вниз как по мне очень хороший диапазон поэтому фунт я точно также за продажи но немножко повыше и касательно снафи 500 здесь очень увлекательная ситуация во первых я по снг ждал разворотку чуток ниже то есть у нас вот сильнейшие опционы накопления у которых экспирация будет 19 сентября и я лично рассчитывал что движение вот сюда у нас будет в приоритете и уже от этой зоны сильно отскочит вверх но как мы видим цена немного буквально не добила вниз поэтому этому что уже эта зона будет не актуально скорее всего на следующей неделе и сейчас формирует локальный сбоку теперь самый интересный вопрос а куда реально куда дело в том что если смотреть вот на предыдущие объемы здесь нужно при движении вниз раскидывать то рейтинга вы прошли а ключевого у нас находится выше поэтому в случае роста s&p здесь я не вижу другого варианта кроме как роста вот к этому депо ну по-другому просто здесь реально мне не получается контрольная маржалка здесь находится очень близко я думаю нам она уже здесь не понадобится также локальный уровень сопротивления тоже здесь есть если еще раз кину с предыдущего объем то мы видим что здесь на самом деле очень такое мощное было накопление сделано вот так что с учетом всех этих факторов я думаю что цена именно вот в эту область отрастет условно это где-то 4 150 если округлить примерно 4 150 а отсюда уже да действительно возможным какой-то отскок но здесь не факт что будет с этим отскок на обновление минимум дело в том что буквально вчера опубликовал статью о том что сейчас 8 по моему 8 и 3 миллиарда долларов было залито по путам то есть на следующие опционные контракты таким образом страхуют себя от падения покупателей то и другими словами у нас на самом деле преобладает большое количество покупок по смп 500 то есть когда вот сейчас из каждого буквально утюга рассказываю о том что смп будет падать сильно падать там цели и 3500 есть там и 3000 если или и так далее просто вспоминают когда я пришел на рынок это был конец самый конец 2008 начало 2009 годов и в то время ситуация была абсолютно идентична да были меньшие суммы конечно же опционы в этом плане но общая ситуация была примерно та же самая и когда вот большое количество хэдж заходит как правило у нас происходят действительно серьезные разворотки поэтому здесь с каким-то глобальным движением вниз по смп 500 но я был бы очень очень осторожен в этом плане поэтому я думаю что где-то 450 мы еще рост увидим тем более то хорошо коррелирует и с продолжением локального роста по евро ну собственно так же как и по фунту такое у меня субъективное мнение понял денис спасибо за точку зрения в принципе опять же синергия у нас с тобой по уровням если округлить одинаковые вот этих блоки диапазоны где могут оказаться финансовые активы откуда может с большой долей вероятности возобновится коррекционная динамика я совершенно не верю в риск и считаю что рынок может сейчас попасть эту ловушку для покупателей немножко перемудрить с расчетом на то что опять же за последние торговые сутки или даже два дня что-то изменилось друзья ничего не изменилось в плане новостном абсолютно ничего не изменилось и нету ни одного фактора который можно было бы сейчас вот забросить вот кроме исключительно технических и того что рынок всегда если он особенно трендовый это постоянный переход инициативы одних других времен и то что сейчас мы видим коррекцию нормально абсолютно учитывая что несколько дней назад индекс доллара навил 20-летний максимум протестировал 110 пунктов конечно же нужна передышка которую сейчас пользуются покупатели рисковых инструментов но тенденция остается нисходящий денис тебе большое спасибо еще раз за точку зрения за то что детально разобрал и активы за которым вместе следим тогда остаются торговать еще одну неделю перед неделю снова собраться и вновь посмотреть на то где инструменты будут тебе тогда хорошего закрытия недели хороших выходных спасибо тебе всем нашим подписчикам тоже замечательной пятницы сегодня у нас обычно по четвергам сегодня прям вот пятница и мне кажется даже еще актуальнее получилось чем в четверг если бы смотреть на ситуация там еще чуть другая была сейчас лучше даже видно стало что тоже хорошо ну что ж всех с началом выходных практически и до скорых встреч пока пока